Опять краснеть перед всем классом. Ира со стервенением бросила портфель на пол, сползла по стенке и зарыдала. Все для пап подарки делают, стихи учат, песни, а ей не для кого. Нет у нее отца, и деда нет, и дядьки тоже нет. Никого нет, только мама да бабушка. Еще эта Юлька сидит, рисует зеленый танк, а на нем красную звезду. От усердия язык высунула и косится на нее, на Иру. Плохо, говорит Юлька, что у тебя Ирочка нет никого, что тебе не для кого рисовать картинки на 23 февраля, и продолжает тщательно выводить звезду на танке. Гадина такая. Подросла Ира, а ничего не изменилось. Все по-прежнему. Ненавидит она прям этот праздник. В этом году Пашка Широков, тот вообще сказал, что не надо ее Иру на чаепитие звать, ведь у нее все равно папы нет. Учительница только посмотрела на него и ничего не сказала, даже не отругала. Зато Борис Паршин заступился за нее. Ну как заступился? Боря, он самый сильный в классе, а еще самый умный. Мама Ирина говорит, что это такая редкость, ум и сила. Мама в школе работает, в библиотеке. Она добрая, ее все ребята любят. А вот папы у Иры нет. Ира у мамы спрашивала, когда маленькая была, где папа. Мама молчала или отговаривалась как-то, а потом плакала. А Борис заступился, когда начал этот гадкий Пашка про нее говорить, чтобы не звать на чаепитие в честь пап. Борис ему так ответил, так ответил, что Ира чуть не заревела, но стерпела. Глаза щипала, а она терпела. Пашка, но у тебя же много пап? Вот и поделись с Ирой одним, на чаепитие. Пашка покраснел, кинулся было драться на Борю, но тот выставил вперед руку, и Пашка, ударившись о крепкий Борин кулак, отскочил и заорал, что есть дури. А Паршин влюбился, А Паршин влюбился, влюбился в Ирку-корбитку. Пашка всем придумывал прозвище, прокричал это и побежал вдоль по коридору, где на него наткнулся, или вернее, он воткнулся в ноги директора, Александра Николаевича. Директора дети любили, он прохаживался по коридору, этакая глыба, айсберг, двигался тихонько по коридору и все замечал. А Паршин влюбился, выкрикнул он в лицо директору, когда тот поднял его над полом за шкирку, отдирая от своих ног. Влюбился, влюбился, крикнул еще раз Пашка и заплакал. А ты чего плачешь, удивился директор, сам хотел влюбиться. В кого? Не знаю, тебе виднее. Больно надо, у нее даже папы нет, выкрикнул Пашка и заревел. Тебе-то хорошо, сказал вновь откуда-то взявшийся Борис. У тебя их много, я предложил ему сырой поделиться, пояснил он директору. Директор поморщился и позвал обоих кивком в кабинет. Ну, голуби мои сезакрылые, рассказывайте. Да какой он голубь, сказал презрительно Борис. Он шакал, скорее гиена. Знаете, почему он ноет? Я не ною, выкрикнул Пашка, сжав кулаки. Ага, не ноешь. Он заявил, что Иру на чаепитие звать не надо, которое в честь 23 февраля будет. — Это почему? — удивился директор. — А потому, — сказал спокойно Борис, — что у Иры папы нет. — Вот как значит. Ну а ты что же? Я ему предложил поделиться одним, ведь у него их несколько. Да, Пашка? — Да пошел ты! — взвизгнул Пашка. — Так, други мои сердечные, во-первых, вы оба неправы. Ты, Павел, поступил подло, предложив такое. Мы об этом еще поговорим. Но и ты, Борис, ты тоже недалеко от него ушел. Да я знаю, Александр Николаевич, но с такими только так, только их оружием, понимаете? Он же не маленький, нам по 12 лет уже будет скоро. А он... Борис яростно посмотрел в сторону Пашки и отвернулся. Тот сжался в стул, хотел исчезнуть, раствориться. То же самое хотела сделать и девочка Ира, у которой не было папы. Никогда. Она шла домой и даже не обращала внимания на падающие снежинки. Ира любила их рассматривать, а сегодня не обращала внимания. Просто шла. Ира, подожди. Девочку догнала Юля, подружка и одноклассница. Ира, пойдем со мной в магазин. Я папе подарок хочу сделать. Извини, я не могу. Я... У меня переговоры. Чего? С кем переговоры? С папой. Брякнула Ира и чуть не упала в обморок от страха. Она никогда не врала. Никогда. В смысле? У тебя что? Есть папа? А как? Сказала Ира. Ты что думаешь? Что я из воздуха взялась? Или меня в капусте нашли? А может, ты думаешь, что детей в магазине покупают? Насмешливо спросила Ира. Юлька покраснела. Нет, Ира. А ты почему никогда не говорила, что у тебя есть папа? Ира пожала плечами. Ее захватило это чувство. Она не могла справиться с тем, что сейчас произошло. Ира соврала и... Ничего. Ничего не произошло. Совершенно. Только в голове стучат молоточки, и сердце радостно подпрыгивает к горлу. Как же она раньше не догадалась просто придумать, что у нее есть папа? Не говори никому. Это тайна. Важно, сказала девочка. Зуб даю, прошептала Юлька. А почему тайна? Нам мама не разрешает общаться. Врала напропалую Ира. Он однажды совершил проступок. Она его не простила. Гордая. Вот и созваниваемся раз в месяц, пока мамы и бабушки нет дома. Папа сказал, когда вырасту, он меня к себе заберет. Да ты что? Да ты что? Ага. Альбом. 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 И с такой улыбкой на обороте было написано. Москва и год. Альбом. 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 Что? Лимонад и леденцы? А еще? Что еще? Ира не могла придумать. Она уже к тому моменту засыпала. Она ходила с папой по парку, каталась на карусели и повторяла, повторяла такое сладкое слово, которое в жизни не говорило никому. Папа. За все годы обучения в школе Ира так свыклась с этой мыслью, что она придет к папе, и они пойдут с ним гулять, так поверила в эту легенду, что даже растерялась, когда Юлька спросила, когда Ира поедет к папе. Позже уклонилась от ответа уже почти девушка Ира. Уже объяснился ей в любви Пашка, тот самый, что третировал ее в младших классах отсутствием папы, Вовка Семенов и, что удивительно, спортсмен и красавец Борис Паршин. А Ира все грезила о папе. Однажды она набралась смелости и спросила у мамы, опять, как тогда в детстве, про папу. Мама ойкнула и отчего-то уставилась на бабушку. — Расскажи ей, Тома, — властно сказала бабушка. — Расскажи. — Но мама, — пискнула Ирина мама. — Скажи, — с напором сказала бабушка. — Девочка должна знать и не совершать твою ошибку. История оказалась банальная. Встречалась с одноклассником, влюбилась сильно. Тот склонил к близости, но когда Тома, Ирина мама, оказалась беременной, отказался от ребенка. Ира сказал, что не его, прикрывшись своей мамой, которая принесла денег на то, чтобы избавились от ребенка. — Они потом переехали куда-то, — сказала мама. — Он просто был молод, а тут еще его мама. Она была изначально против наших встреч. Она его заставила. Ира еще больше загорелась идеей найти папу. Теперь, зная его имя и фамилию, год и день рождения, конечно, она отыщет папу. Отыщет, и он обрадуется ей. Она выхватила только то, что ей нужно. Папина мама была против и увезла его. Забрала у Иры папу, а у ее мамы любимого. Они так больше и не встретились, а мама не вышла замуж. Ира нашла адрес папы через год, когда она уже училась в институте. Она так волновалась. Маме ничего не говорила, чтобы раньше времени не волновать. Она представляла, как они встретятся, как будут плакать, обнявшись, ее мама и папа. Ира надела самое красивое платье. Чуть подкрасила ресницы, причесалась и отправилась к папе. Позвонила в дверь. Ей сразу открыли. Мужчина. Ира сразу поняла, что это не тот, что на фото. Хоть оно и было плохого качества, но это был не тот мужчина. Здравствуйте. Здрасте. Вам кого? Яковлев Владимир Валерьевич. Здесь живет? Да, здесь. Мужчина переминался с ноги на ногу. Трико, майка, коричневые тапки, начавшая лысеть голова. Это я. А вы, собственно, кто? Вы точно он? Вы учились в 115-й школе? Да, учился. Отвечает недоуменно. Значит, вы мой папа. Ваш кто, простите? Папа. Папа. Воровато оглянулся назад в квартиру и вышел, тихонько прикрыв дверь. Ты что мелешь? Мужчина дочь? Мужчина опять оглянулся на дверь. Чего тебе? Чего тебе? Тоже квартиру или прописку? Какую прописку? Какую прописку? Удивилась Ира. А чего тогда? Денег нет, не мечтай. Погоди. Погоди. Так она тогда родила, что ли? Вот дура. Вот дура. Кто дура? Да, Томка. Взяла, родила. Ей мама моя денег отнесла. Мне мама рассказала, как они вцепились в эти деньги с мамашей своей. Моя мама не дура. И деньги она никакие не брала. Бабушка вытолкала вашу маму вместе с деньгами. Разве ваша мама об этом не рассказала? Как ее выгнали пинками? А потом она вас увезла. Спрятала от моей мамы и меня. И слава Богу. Иру вдруг затошнило. Она развернулась и пошла вниз. Слышь, чего приходила-то? Просто, просто посмотреть на ничтожество, от которого родила меня мама. Это кто ничтожество? Ты. Ира плакала, сидела на скамейке и ревела. Ей было жаль детские мечты. Жаль маму, которая так и не вышла замуж. Работает в школьной библиотеке. Провела всю молодость среди книг, воспитывая ее, Иру. Может, она любила этого подлеца всю жизнь? Ира винила себя, что это она виновата. Испортила маме жизнь. Ира, ты чего? Юлька присела рядом с подружкой. Чего ревешь? С Борей поругалась? Ира покачала головой. Папа. Папа. Что с ним? Умер? Ага. Облегченно выдохнула Ира. Да. Ну вот, вы так и не увиделись. Да. Маме не скажешь? Ира покачала головой. Ну и правильно. Вон какая она у тебя. Кремень. Так и не простила. Одна дочь воспитала. Да. Гордо сказала Ира. Она не чувствовала себя виноватой в том, что похоронила живого отца. Он для нее умер. Прошло несколько лет. Мамуль, ты такая красивая. Собралась куда? Да. Сергей Юрьевич пригласил в театр. Смущенно говорит мама. О! Переглядываются Ира с бабушкой, чем очень смущают маму. Бабушка крестит след маму и вздыхает умильно. Может, и повезет ей. Как думаешь, Ириша? Конечно, повезет, ба. Иди. Твой пришел. Трезвонит, как полоумный. Опять ключи куда-то задевал, что ли. Тьфу ты. Да, ба. Ну ты чего? Не бабкой. Иди встречай. Корми мужика. Ира открыла дверь. На пороге стоял в коричневом старомодном костюме, пахнущем нафталином, Яковлев Владимир Валерьевич с тремя гвоздиками в руках. Вам кого? Спросила Ира. Здравствуй, дочка. Вы ошиблись. Уходите. Это же я, твой папка. Ты приходила ко мне лет пять назад. Вы ошибаетесь. Это была не я. Уходите. А то я сейчас... Я сейчас папу позову. И Ира повернулась, будто и правда хочет кого-то позвать. Яковлев вдруг сник и, потоптавшись, пошел вниз. Наверх поднимался Борис с работы. Привет. Что за дядька? Какой? Да чудной какой-то. Я думал, от нас, что ли. Нет. Видимо, к соседям приходил. А ты что здесь? Ира пожала плечами. Бабушка сказала, что ты пришел. Ей звонок, видимо, почудился. Понятно, сказал муж и поцеловал, приобняв. Через пару дней Ира, улучив момент, спросила у мамы, кто это на фотографии, показав ту самую, про которую она думала, что там мама с папой. Ого! Мама, смотри, что Ира нашла! Обрадовалась мама. Это же, помнишь, ты еще фотографировала? Бабушка надела очки, посмотрела выцвесшее фото. Точно, Тома! С кем фото? Спросила Ира. Да с актером, с заграничным. Серьезно? Ага. И Ира вдруг расхохоталась, не зная, от чего она смеется, но тоже поддержали мама и бабушка. Борис сказал, что скоро переедем в свою квартиру, сказала Ира. Там уже ремонт заканчивают. Бабушка заплакала. Ба! Ты чего? Ну, хочешь? Хочешь, поехали с нами. Да ну тебя, Ирка! Просто, просто как подумаю, как подумаешь, что тебя могло не быть. Ба! Ты чего же? Я есть. И правнуки скоро будут. Но ты чего? Ничего, ничего, Ира. Стара стала. Вот и чего-то расчувствовалось. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok